Особое мнение на 101FM К нему чуть вернемся Также нас можно слышать На ихэкирова.ру В разделе онлайн радио И даже видеть У нас в студии установленная веб-камера Так вот, Владимир Сергеевич Один вопрос есть Перед эфиром мы немного уже его обсудили И, к сожалению, обращаемся к автору этого вопроса Немножко не по специфике Для нашего сегодняшнего гостя Вопрос касается спорта и Министерства спорта Но хотим сразу проанонсировать Что, скорее всего, на этой неделе У нас здесь будут исполняющие обязанности Министра спорта Слава Медведева Поэтому ваш вопрос мы можем продублировать Либо вы продублируете Обязательно его и повторите Но редакция эхо про него не забудет Но мы с Владимиром Сергеевичем начнем Особое мнение с обсуждения Главного, наверное, вопроса Который сейчас здесь в сфере образования Всех волнует Всех сотрясает Объединение ВИАДГУ и ВИАДГГУ Возможно или нет, состоится или нет Есть информация о том, что Источник в правительстве области Говорит о том, что решение принято На уровне Министерства образования России С другой стороны, многие средства массовой информации Говорят о том, что все-таки пока подтверждений нет И это слухи Тем не менее Вы уже выразили свое мнение Нашим коллегам в бизнес-новостях О том, что объединение двух крупных вузов Это определенное движение к монополии В сфере высшего образования в регионе Расскажите немного подробнее Об этом ваше мнение И вообще, чем грозит монополизация Высшего образования Студентам, ПЭЦ-составам И вообще в регионах в целом Что касается объединения Двух крупнейших вузов Кировской области Разговоры об этом, в общем-то, идут давно Я как минимум слышу 6-7 лет уже Но, вы знаете Нынешняя ситуация Она все-таки не на уровне уже слухов То есть это уже Ну почти реальность Я не видел документа Но, судя по тому Так сказать, свои источники информации Естественно, у меня есть Это, в общем-то, вопрос решенный А некие, так сказать Демократические подвижки Что должны ученые советы Принять решение и так далее Ну, это вот Какой-то реверанс Может быть, в сторону общественности Понятно, что здесь было решение Принято на более высоком уровне И вне зависимости от того Как там будут настроены ученые советы Решение это будет продавлено В любом случае Объединят Чем это грозит? Ну, понимаете От нас-то вот, к сожалению, не зависит То есть если решили, что объединят Значит, объединят Хотя, на мой взгляд Я эту позицию часто уже озвучивал Большие вузы Мегавузы такие, да То есть, которых учится 20-30 тысяч человек Или больше Они, на самом деле, менее эффективные Чем вузы среднего уровня Я не говорю про маленькие Маленькие вузы тоже не очень эффективны Но есть средний определенный уровень Я еще скажу о нем Тем более, что действительно Это два вуза самых крупных Если они объединятся И к тому же Вот, если вы читали заявление Ливана Он говорит, что будут вузы Многопрофильные То есть, в них могут входить В том числе и ведомственные вузы У нас еще есть два ведомственных вуза Не считая филиалов Это Серхозакадемия Там сейчас не очень хорошее тоже положение Насколько мне известно И медакадемия Которая, я считаю, наверное, такой Один из лучших вузов Так вот, это такой посыл Что готовьтесь, ребята Что и эти вузы тоже могут быть Присоединены к одному Такому мегавузу Ну, во-первых, чем грозит Понятно, что профили-то разные То есть, одно дело Когда старейший вуз Я его сам заканчивал Педуниверситет Дальше сейчас Вятский государственный гуманитарный университет Устоявшиеся традиции Педсостав, который работал десятками лет Команда есть определенная Я не хочу сказать, что В государственном университете нет Конечно, тоже есть Но там другой все-таки профиль Изначально это инженерный профиль Все мы гордели, что у нас там лучшие строители Лучшие, скажем так Компьютерщики ФАФТ знаменитый Вот И вдруг вот это слияние Конечно Оно На несколько лет Несколько лет не позволит вузу развиваться То есть Потому что Любое слияние, любое структуре Это организационные сложности Это будет трясти Как говорят коллективы Это будут разборки Кто старше, кто главнее Кто за что будет отвечать Это В общем-то понимать, что вузы Как и везде Любой коллектив Там есть и Карьеристы И те, кто подсиживают И так далее И будет определенная драка За хорошие места За хорошую зарплату В редких таких условиях Преподаватели Будут способны Выдавать качество Они будут думать Прежде всего Все-таки О своем месте О себе Чтобы сохранить В общем-то Свой уровень И свой статус Вопросы на понимание Вам как человеку Все-таки эксперт В этой сфере Естественно Есть вопрос О финансировании То есть если будет Мегавуст Он будет финансироваться Так скажем Единым потоком Вот все-таки На выходе Мы говорили Сейчас о том Что есть разные профили В каждом есть Какие-то свои уникальные Методики преподавания И так далее Такое слияние Может ли отразиться Не только на орг структуре Ну и конкретно По методикам преподавания По изменению Я не знаю Конкретно Выпускник уже будет Несколько по-другому Обучаться Чем выпускник Ранее выпускавшийся С того же правду Методики меняются Конечно Время от времени Безпостоянно совершенствуются Дело в том Что преподавателя Заставить изменить методику Которую он владеет Очень сложно А он учится У своего учителя В любом вузе Существуют Так называемые Научные школы Эти научные школы Складываются десятилетиями Объединение вуз Мы однозначно Научные школы Их придется тоже Скорее всего Объединить Ну вот Научные школы Это всегда Это лидер какой-то Из науки Это ученый Я понимаю О том что В ВЯДГГУ Есть например Юридическая Специальность Такие же есть С недавнего Времени В ВЯДГУ То есть таким образом В некоторой степени Будет объединение В том числе Научных сообществ Ну я бы Юристов не стал бы В пример Все таки Наверное у нас Ведущий вуз Другой Этой специальности И здесь Понимаете Проблемы Может возникнуть Что ведь Авторитет научный Ведущий Научной школы Ну просто Может взять и уйти А сколько Таких примеров В том же МГУ Вроде бы У нас Ведущий вуз Но когда Оттуда уходили Ведущие Научные сотрудники То разрушалась Научная школа Прекращалось Развиваться Вообще Направление Целое научное направление На года На 20 лет Бывало такие случаи Что прекращалось Поэтому Вот эта вот Тряска Она в вузу Ни к чему Это раз Во-вторых Когда нам говорят О том что Крупный вуз Это хорошо Это был сильный вуз Это я откровенно И честно Загляю Полная ерунда Я не знаю Откуда это взяли Кто такие исследования Проводил И странно это слышать Извините Из уст министра образования Потому что вообще Это лучшие вузы Давайте сравним Давайте сначала возьмем Российские вузы Самый лучший вуз Российский Московский Государственный университет Я вам скажу Численность студентов У него 35 тысяч Человек Плюс Около 5 тысяч Аспирантов И надо сказать Что это далеко Не самый крупный вуз России Хотя он занимает Устойчивое первое место Самый крупный вуз России Это Московский университет Путей сообщения В нем обучается Так 118 тысяч студентов За счет филиалов Наверное Ну вот Данные Так сказать Я не знаю За счет филиалов Но 118 тысяч студентов Он занимает 71 место Вообще-то в рейтинге Хорошо Возьмем за рубеж Потому что Наши вузы Как известно Не очень попадают В рейтинги Лучших вузов Мира В этом году Правда МГУ попал Такий Хороший результат Был Первое место Многие годы Занимает Гарвардский университет Это Штат Массачусетс Рядом с Бостоном Располагается Располагается Так вот В этом вузе Шесть с половиной тысяч Студентов Обучается Вот он Средний размер Он достаточно Многопрофильный Если я не ошибаюсь 11 Если я не ошибаюсь Там факультетов 11 факультетов В наших вузах Больше факультетов Специальности Чем там И где-то Порядка 12 тысяч Аспирантов Можно еще Продолжить Так вот Шесть с половиной тысяч Студентов Значит Самый лучший вуз Это далеко Не значит Что самый большой Рядом Совершенно рядом В этом же Бостоне Находится Массачусетский Технологический Институт Очень известный Он занимает Второе место В Соединенных Штатах Америки В рейтинге И четвертое место В мире Четвертое место В мире Тоже очень устойчиво Они постоянно Борются у него с собой Так сказать За лидерство Так вот В этом вузе Не больше людей учатся Но Здесь вот Я бы хотел обратить внимание Почему все-таки У них самое лучшее качество Если уж говорить Про Массачусетс Штат По-моему там Ну 40 Какой-то 45 46 место Занимают Вообще по размерам Около 6 миллионов человек Живет Небольшой В общем-то Штат Так там 8 Университетов Исследовательских То есть таких Крупных Федеральных Как мы сказали И еще С десяток Колледжей Высших Различных И из них 4 университета Входит 100 Лучших университетов Мира А мы говорим Надо объединить Всех в один вуз Зачем Они говорят Надо конкурировать Должна быть конкуренция Между вузами Между преподавательскими Составами Между студентами Только это Только конкуренция Способствует развитию А вот За счет чего Они лучше Я вам скажу Эндалмент Так Наверное Наш слушатель Скажет Эндалмент Ну это Скажем Привлеченный капитал Как бы мы сказали Бюджет Но это Не государственные Бюджетные деньги Это деньги Различных Организаций Благотворителей Которые Спалансируют Скажем Это Деньги Кроме тех Которые Оплачивают студенты А обучение В Гарварье Очень дорогое 42 тысячи долларов В год И вот Сами можете Посудить Да Так вот Эндалмент Составляет 36 с половиной Миллиардов Долларов Я вам скажу Эта сумма Примерно В 50 раз Больше Чем весь бюджет Кировской области На этот год На 6500 На 6500 На 6500 Мало того Эта сумма В 4 раза Больше Чем весь бюджет Который выделяет Государство На высшее образование В России Может быть Вот в этом Надо поискать Почему Там Такое Качественное Образование А у нас Нет То есть Дело Не Еще раз говорю Дело Не в количестве Студентов Потому что По итогу Качество Студенческих Знаний Определяется Как Во-первых Сам студент Учился А вторых Как с ним Работали Преподаватели При этом Чем меньше Студентов В группе А идеально Когда Вот я знаю Была Высшая Партийная Школа Допустим Там обучались Индивидуально 1-2 студента С преподавателем Занимались Маленькие Группы Никогда не обучались Качественное обучение Элитное Не было Массово Малые группы До сих пор Если я не ошибаюсь Сохранены Как раз В английской Системе образования Вот Оксфордские Кембридж И так далее Там очень малая группа И тут тоже То есть Практически Ну вот там Если учитывать В городе Две с лишним Тысячи преподавателей И шесть с половиной Тысячи студентов Получается Один в трём Для будущих Выпускников К примеру Которые уже Предположим Уже со следующего года Будет объединённый вуз Станет ли это проще Вообще Поступление Потому что Ну вот да По практике Я когда-то поступала Одинаковый пакет документов Относится Что в ПЕД Что в полите Будем говорить Простыми словами Сейчас там Это будет Получается Огно-огно Документы Везде Во всех вузах России Требуются Одни и те же То есть Требование единое Как бы в вуз Не поступали Даже в государстве Не поступали Я к слову о том Что конкуренция Она есть Да Её можно оценить Экспертно Её можно оценить Объективно Но субъективно Для выпускника Он там Пока не зная Только закончив школу Он идёт И туда и туда То есть Он особо Вообще По правде говоря Нынешнему выпускнику Лишь бы попасть куда-то Да С тем конкурсом Который есть Хотя вот Например В министерстве образования Да Одной из причин Объединения Говорят в том Что выпуск из 11 классов Школы резко сокращается Поэтому Я вот Ещё раз Поражаюсь Просто какой-то Вот Или Люди там не читают Или статистику не смотрят Ну Как вот Чиновники Министерства образования Могут заявляться Заявлять об этом Наоборот Ну С этого года Буквально Уже Начинают Расти Выпуски Выпуски Будут расти И нарастать Это раз Во-вторых Вы очень верно Заметили Что население Это у нас В общем-то Бедное И оплачивать Не может Обучение Поэтому у нас Самые крупные Вузы Которые считают Потому что Они самые сильные Это те вузы Которые получили Наибольшее количество Бюджетных мест Поэтому А вот Как эти бюджетные места Распределяются Знаете Вот нет Никакого Никакой прозрачности В этом вопросе нет Я примерно Представляю Как это Происходит Потому что Мы подавали Заявки Даже получали Но я Примерно представляют Все Да Ну я просто Не хочу здесь Углубляться Но поверьте мне Что это очень Такой ручной процесс И Кто ближе к телу Тот больше и получил Поэтому Если ты получил Больше бюджетных мест Я пришел больше студентов Потому что Студенты у нас Бедные не могут Они платить Много Есть спрос Поэтому Если Ну допустим В том же Политехническом Вузе Когда он Политехническим Было Обычно Было Ну 900 Я помню 900 чем-то Там Бюджетных мест Сейчас В прошлом году Было два раза больше В этом году По-моему 1300 им дали Бюджетных Или 1400 Может быть Мест То есть Вот выросло А в педагогическом Университете Опять упало Наоборот Количество бюджетных мест Это все Искусственно Никакого Отношения К качеству А особенно Бюджетных мест Получается Да Все таки Тоже должна Быть связь Сколько Пускай Я Ну министерство Так решило В общем-то Это их право Я не знаю Зачем Они делают Но на качество Это однозначно Не повлияет На сложность Процесса управления Точно повлияет Потому что Нужно будет Выстраивать Новые структуры Новые иерархии Нужно будет Притираться Преподавателям К другу Потом Наверняка Будут Какие-нибудь Аттестационные Комиссии Которые По каким-то Признакам Будут Отсеивать Угодных И неугодных А при этом Будут говорить Что эти Качественные Ведут А эти Некачественные У нас В общем-то Так Происходит Ничего Хорошего Я в этом В общем-то Не вижу Ближайшие Пять лет Просто Будут Трясти Трясти И трясти А Есть ли Вообще Угроза Сокращения Именно Кадров Педагогическими Конечно Есть Потому что Понимаете Если объединять Два Уза Бюджетных Мест Не будет Столько Сколько Было Одновременно В одном И в другом То есть Вот здесь Два плюс Два Не будет Четыре И неизвестно Сколько Будет Во всяком случае Активно Ходят слухи О том Что Количество Бюджетных Мест Будут Урезаться Их Их Каждый год На 5-10% Срезают Логично Тогда Это связывается С тем Что раз Министерство Образования Считает Что количество Выпускников Сокращается Таких Не сокращается Вообще Это мы с вами Уже Обсудили Ладно Понятно Давайте Перейдем К следующей теме Еще одна Тема По образованию В Государственной Думе Подготовят Концепцию Преподавания Русского языка И литературы Об этом сообщает Рея Новости Об этом заявил Непосредственно Представитель Государственной Думы Нарышкин Сказал О том Что русский язык Это одна из основ Вообще Развитие нации И так далее И поэтому Нужно обязательно Чтобы депутаты Государственной Думы Под их шефством Была разработана На этой концепции У меня в связи с этим Единственный вопрос К вам Как эксперту В сфере образования Как вы считаете Насколько целесообразно Вообще такие вещи Поручать Государственной Думе То есть Это же исходит Инициатива Не от Министерства Образования Это доверяется Так скажем Не научным кругам С которыми Вообще Министерство Образования Должно работать А вот депутат Ну я честно говоря Был удивлен Потому что На мой взгляд Ну как бы Есть функции Государственной Думы Это законодательный орган Она должна Различные законы Разрабатывать И принимать Законы О статусе языка Я понимаю Можно принять Но Содержание языка Закона Никаким Не определить Потому что Язык Это же Живая Как сказать Ну не вечно Он живой Он постоянно Трансформируется И Ну хорошо Сейчас Законодательный Определим Что Надо Ударение Ставить Слове парашют Так А потом Через несколько лет Изменилось Потому что Как он развивается Мы должны принимать Те нормы Которые Вживую Приходят В нашу жизнь И конечно Этим должны Заниматься специалисты Но насколько я знаю Конечно Госдума Не сама Это будет Она все-таки Отдает На откуп Это определенным Институтам Но мне кажется Это не задача Госдумы Ну хочется им Если конечно Вот время у них Свободное есть Можно конечно И этим позаниматься Но лучше бы они Какие-то более Насущные вопросы Решали А этим занимались бы Академические институты И те кто действительно Филологи И специалисты В этом вопросе Ну возможно Кстати этот вопрос Еще вытекает Из принятой К тому что вообще У нас в области образования Все систематизируется Переходим к неким Универсальным подходам Как ЕГЭ И так далее Но я с вами полностью согласна Что конечно Большой вопрос Насколько вообще Нужна такая концепция Насколько ему стоит Доверять Именно конкретно Государственной Думы Спасибо вам Еще следующая У нас есть тема Чтобы обсудить Туры выходного дня Могут появиться В Кировской области Такое направление Они решили развивать В Котельническом Слободском И советских районах На данный момент Все три этих района Имеют неплохую Транспортную доступность И привлекательные Для туристов объекты И вот в эти выходные Такая небольшая делегация Можно сказать Без галстуков Под указом губернатора Направился как раз Котельнический район Привлекли к этому Блогера И Сергей Даля Если правильно Я не считаю Да Есть такой Вот как вы считаете То есть понятно Да там съездили Откопали останки Париазавра Здорово Забавно Возможно было Да для них Но с вами хочу обсудить Насколько вообще Интересны С точки зрения Бизнеса возможно С точки зрения Вас Как вообще человека Да Который в регионе живет Интересно ли было бы Вам в такой тур Выходного дня съездить И вообще есть ли шансы Нашего регионального туризма Всячески уже пытаются Да Эту тему развивать Вот тут Привлекли там Блогерское сообщество Да Возможно там Будут Как кстати сообщались Возможно Эта отрасль будет Субсидироваться Да Такие второго выходного дня Вообще Насколько вот это Целесообразно Есть ли шансы На самом деле Мне эта тема знакома Мы где-то лет Пять назад Начинали проводить Исследования Туристического потенциала У нас в области И до сих пор В общем-то Это ведем Не могу сказать Что активно Но проводим Такие исследования И в области Есть высокий Турищевский потенциал Но давайте Не будем путать Потенциал И реальные возможности Дело в том Чтобы Для Это вообще Хорошая идея Все хорошо Но чтобы Она стала Коммерчески выгодной То есть Приносила в бюджет В области Какие-то значительные деньги А не тянула Из бюджета На субсидирование Туда столько Надо денег Ложить Просто Люди Мне кажется Которые Не очень глубоко В теме Не понимают Что Туризм Он Начинает Приносить Только тогда Когда в него Очень-очень Большие Средства Вложены И эти средства Могут быть В два раза Больше Чем Нужно Вложить В постановку И развитие Какого-нибудь предприятия Поясню Потому что Во-первых Мы начнем с этого Три объекта То есть В разных районах Вы Если карту Кировской области Представляете Район Совершенно В разных местах Находится Нет Но я так понимаю Тур выходного дня Например Там в Котельнич Там Например Слободское Я понимаю Если мы Будем ориентироваться Только на Вятскую публику То Это будет Не выгодно Потому что Во-первых Люди вятские И так Бывали Чаще всего Но тем не менее Ездят Конечно И школьники Ездят Но То есть Не будет потока Большого То есть Региональный Туризм Он тогда Выгоден Когда сюда Приезжают С других регионов Не обязательно Иностранцы Ну как бы Тут из соседних Регионов Так же Как мы ездим В аквапарк Казанский И заодно Смотрим достопримечательности Так же И к нам Должны ездить Смотреть Наши достопримечательности Но один раз Ездили И еще Может быть И не понравится Потому что Динопарк Все хорошо Но вы понимаете Если сравнить С японским Динопарком На что Не впечатляет Особенно Вот я почему Задаю вопрос Тем людям Которым есть С чем сравнить То есть На какую аудиторию Еще Вот это вот Рассчитано Все Действительно Правильно Надо Ну и вот Вы тоже Правильно Говорите На разную Аудиторию Рассчитывать И чтобы Объектов Я сейчас Вот таки Перейду Объектов Таких Достопримечательностей Должно быть Много И Не обязательно Надо думать Что он Уже должен В природе Существовать Можно искусственно Создавать Такие Объекты Достопримечательностей И они должны Концентрироваться В каких-то Вот этих Местах Если Котельнич Так под Котельничем Должно быть Масса всего Если Советск Ну правильно Там Скалы Тоже интересно Ну Были мы На этих Скалах И без этого А чтобы Кого-то туда Затащить С другого Региона Чтобы люди Деньги Заплатили То Нужно Еще Там что-то Построить Мало того Деньги В туризме Делаются Не Достопримечательностей Основной Поток Идет Как раз С перевозок Во-вторых С проживания Поэтому Туры выходного дня Если это для своих Они не будут Люди ночевать В гостиницах Не будут Ужинать Там Завтракать Ну может быть Где-то перекусили А может с собой взяли А как раз Индустрия Туризма Тем интересна Что вокруг нее Развивается Целая инфраструктура И Она 90% Дохода Приносит Вот эти Кафешки Рестораны Гостиницы Все что связано С транспортной Доступностью Гиды И это всему Надо еще и обучать И в это надо Вкладываться То есть тут Понимаете Как и для любого Крупного предприятия Вообще-то тоже нужен Крупный инвестор Который бы пришел И это бы стал развивать И лучше бы не один И Хотя Кировская область Я еще раз повторю Считаю Что у нас Очень мощный Курсистский потенциал Но Чтобы его Открыть Чтобы им Воспользоваться Нужны такие же Мощные инвестиции Либо очень серьезный Какой-то маркетинговый ход Очень мощный Ну Маркетинговый Здесь я просто Не упомянул Что конечно Нужен событийный туризм То есть Постоянно события Какие-то делают У нас Есть вот это Начали делать Парад Сказочные игры Сказочные игры И прочее Ну Хорошее начало Но недостаточно Потому что Если посмотреть Как происходит В любой другой Стране Где туризм развит Там мероприятие Одно заканчивается Тут же На следующий день Начинается следующее То есть Эти события Идут круглый год А не раз в год Вадимир Сергеевич Спасибо Ваша точка Время услышала Привемся на небольшую рекламу Продолжаем программу Особое мнение В прямом эфире Владимир Сергеевич Сизов Ректор Советского Социально-экономического Института Обсудили уже много тем В том числе Вот с вами Как Человеку Который Не только В образовании Разбирается Но и в экономике Есть еще одна тема Такая достаточно Насущная Как мы считаем Здесь Так цеха Возможное Введение налога Для Крупных Административно-торговых Центров Площадь свыше Тысячи квадратных метров Подпадают Под это Торговые центры Предлагается Налоговую ставку 2% От катастрофы Стоимости Ввести Много уже Эта инициатива Получила Мнений различных В том числе Рядская торговая Промышленная Плата Все-таки Стараются пока Довести до ума Инициативу Да и сдержать Ну вот Вопрос к вам В том числе Мы задаем его Нашим многим Аспектам Насколько реальна Сейчас такая мера Потому что Все-таки Сфера торговли Сфера Аренда Этого всего Достаточно Крупная И для Кирова Возможно Ощутимо Будет Введение Каких-то Новых Налоговых Льгот Уже предприниматели Сами сказали Что это будет Серьезная нагрузка Возможно Если это будет Действительно Так как Предлагается И Как вы считаете С точки зрения Предпринимательства И вообще Взимаемости Такого налога Что может Затемить Общественного совета Налоговой федеральной Нашей службы И конечно Так критически Отнеслись к ней Потому что Конкретно Рассматривали Сколько будет Платить Тот или иной Торговый центр Но чтобы было понимание Сейчас Налог С недвижимости Для юридических Лев Существует 2,2% То есть нам Практически Предлагают Увеличить его В 2 раза Уже То есть 2% Еще это 2 раза Причем Не очень понятно Почему Значит Только для торговых Центров Для других Нет Почему Чем они Виноваты Значит По отношению К другим Почему Тем Кто 999 метров Будет иметь Не надо 2 раза Больше Платить А раз Ты на метр Больше Будешь платить Скорее всего Те Кто будут На какой-то Грани Они будут Просто выходить Из-под него То есть отказываясь От каких-то А вообще Против Введения Любых Дополнительных Налогов По одной Простой Причине Что наш Бизнес Наши предприниматели И так Несут просто Гигантскую Чудовищную Налоговую Нагрузку Чего бы Там ни говорили Наши чиновники По этому поводу Нам кажется Да Да что там 2% Немного Но если Ты уже 51% Платишь Процент Различные Фонды И не только Налоги То наверное Это много И к тому же К тебе Постоянно С просьбами Обращаются Которых Невозможно Отказать Что надо Помочь Тем Надо Помочь Этим Где-то На совесть Где-то Значит На другие Места То есть Предпринимателю Очень-очень Нелегко Особенно Совестливым Кто действительно Платит Все налоги И Когда Мы посмотрели Что же Получается То есть По недвижимости Для Крупных Торговых Центров Только При введении Этого Налога Увеличивается Именно Тот Налог Который Он Платил На недвижимость От Двух С половиной До Пяти Шести Даже Где-то Какой-то Центр Раз Потому Что Тут Надо Учитывать Почему Раз Увеличивается Потому Что Надо Учитывать Что Со Следующего Года В Кировской Области Уже Введена Москве А Со Следующего Года Будет Также Производиться Ведь Изменится База Налоговая База То Если Сейчас От Катастро Остаточной Есть Так Которая На Балансе Висит Она Совершенно Не Соответствует Рыночной Стоимости Будет Налог Брать По Катастро Стоимости Условно По Рыночной Некие Оценщики Конечно Она В разы Больше Некие Оценщики Будут Оценивать Вашу Недвижимость И Уже Вот Эти Проценты 2.2 Или 4.2 Для Торговых Центров Именно С Этой Стоимости А По-моему Выставлено Джим Мола 70 Миллиардов По-моему Не выставили Хотя Продать То есть Умножьте На 4 Сколько Там Миллионов Получится Даже Миллиард Даже Миллиардов Наверное То есть Сейчас Сходу Не будут Ну Где-то На 2.5 Миллиарда Это В год Могу Отплатить Я думаю Что Они Просто Не Потян И Это Ведь Только Один Налог Недвижимость Там Еще Масса Других Налог Ну Вот Это Как раз Вопрос С точки Звучит Взимаемости То есть Понятно Что Есть Там И Без Того Сильная Налоговая Нагрузка Понятно Наверное Что У Инициаторов Введения Налога Тоже Есть Какие-то Предпосылки Что Ну Да Нужно Еще С чего Взять Налог А Вот Как раз В том Числе На Совете Вопрос Взимаемости А Знаете Почему На Недвижимость Недвижимости Проще Сего Налог Сзымать Потому Что Посчитать А Куда Ты Ее Денишь Куда Ты Не Спрячешь Никуда Ее Зарегистрировал Да И все Ты попался Потому Что Налог На Прибыль Можно Поиграть Там Как Ты Покажешь Можно Что Что Еще Спрятать А Вот Недвижимость Никогда Не Спрячешь Поэтому Наше Родное Государство Понимает Всех Старается Именно Денежки Брать С Недвижимости От Которой Избавиться Это Трудно От Ни За Ту Стоимость Которая Она Во всяком Случа Стоит Сейчас Никто Не Покупает Ну Вот Смотрите Вы Сейчас Говорите Что Здесь Прозрачность Можно Посчитать С Недвижимости В том Числе Мы Обсуждали Эту Тему Тоже Программе Особое Мини С Константином Кропневым Финансовая Компания Которая Сказала Что У него Есть Фидбэк Из Этой Сферы Предпринимателей По Торговым Центрам Что Они Все Есть Организационно Правовой Формой ООО И Здесь Большая Лазерка Будет Чтобы Сократить Свою Площадь Общую Либо Смотря Какая Организационная Правовая Форма Будет Что-то Платить Или Нет Здесь Была Тень Попробовали С более Можно Легко Уйти Если Вам Принадлежит Тридцать Тысяч Квадратных Метров И Вы Хотите Быстро Разбросать По Тысячам Метров А Ведь С Продажи Вы Должны Будете Заплатить Из Минимум НДС Должны Будете Заплатить Это Гражд Больше Это Вы Сразу За Несколько Лет Вперед Свой Налог Заплатите Не Известно Что Платить Ежегодно Четыре Этих Проценты Или Сразу 18 Процентов Отдать Спасибо Давайте Еще У нас Есть 6 Минут Обсудим С вами Тему Борьбы С Наркоманией Ночному Патрулю Предложили На Минувшей Неделе Новый Начальник Нашего МВД Константин Населянин Предложил Тактильному Движению Добровольцев Ночной Патруль Взять На Себя Еще Борьбу С Теми Кто Употребляет Наркотическое Средство За рулем Как Относитесь К такой Просьбе Вообще Вытекающей Из нее Инициативе Выйдет Что-то Из этого Или нет И вообще Общественники Должны Бороться С такими Я считаю Что Очень Серьезными Для общества В целом Социальные Проблемы Я Не уверен Что Была Просьба Со стороны МВД Нашего Потому Что Скорее Сего Наверное Просто Надо Что-то С ними Делать И Лучше Как-то Заформализовать Потому Что Их Деятельность Она Пока Была Не очень Законной По большому счету Я Честно Говорю Я понимаю Они Прикрываются Тем Что Они Хорошее Дело Делают Ну Как Я Скажу Что Неправильно Делают Что Они Не должны Это Делать Как Ты За Пьяниц Который За рулем Я Конечно Против Пьяниц Который За рулем Но Извините Есть Органы Которые Этим Должны Заниматься Если Ты Занимаешься По Собственной Инициативе У меня Какое-то Впечатление Что У тебя Что-то С головой Не Совсем Правильно Построено Потому Что Ты Какой-то Охотник На Людей Я Понимаю Если Они Останавливали Этих Пьяных И Предлагали Ребят Давайте Довезем До Дома Машину Оставьте Это Услуга Трезвый Водитель Они Охотятся Реально И Это Нездоровый Интерес Я Это Сравниваю Знаете Ну Хорошо Сейчас Они Вроде Условно Благое Дело Делают Наркоманов Будут Водители Без разницы Я С точки Зрения Морали Человеческой В свое Время Отец Мне Рассказывал Что В 50 И Сорковые Нельзя Было Рассказывать Анекдоты Про Стали Про Партию Потому Что Всегда Был В Коррективе Какой Немного Такой Наушник И Потом Вот Этот Человек Который Сказал Как-то Раз И И И И И И И И И Знаете Мне Вот Эта Ситуация С Этим Ночным Патрулем Напоминает А Какая Разница Сегодня Ты Ловишь Пьяного Водителя Завтра Ты Будешь Стучать На Того Кто Сказал Что-то Поперек Кому-то Вот Изменилось Общественное Представление Законодательства И все Ну Законодательство Может меняться Законодательство Вообще От Условно Героя Не очень Связано С человеческой Моралью И С общей Человеческой Медценностью Хотя Должно Быть Вообще Ну К сожалению В нашей стране Это не так То есть Правда И Закон Они могут Очень сильно Отличаться И В этом Отношении Мне Их Деятельность Ну Как бы Не по душе Я Их Не осуждаю В том плане Что Им бы Ее Немножко Видоизменить Вот Еще раз Говорю Допустим Если бы Они Не ловили Там Не сдавали А просто Ну Катод Упреждали Помогали Этим Ну Тогда Тут же Появится Собственно Зачем Мне Вызывать Такси Я Всех За руль У меня Ночной Патруль Довезет А я Буду Пить Проблема Она Все-таки Есть Ну Это Было То же Самое Что Взяли И помогли Старушке Через Дорогу Перейти Старая Немощная Я Не поощряю Тех Людей Которые Пьют За рулем Это Все Понятно Не А как До них Достучаться Так Дорога Ну Не Так То есть Во всяком Случай Кто-то Должен Конечно Будет Осенизатором Ну Почему Ты Или Если Ты Осенизатор Ты бери за это деньги Подпиши договор А на добровольной основе Это Бери еще раз С головой Не очень То есть вы считаете что есть Да органы Которые собственно Из бюджетных средств На наши налоги Должны следить Там и за профилактикой И за всем А есть вот активисты Кто собственно Это ни за что Надо понимать В чем Активность Следует проявлять А в чем Может быть Все-таки Не лезть туда Куда тебя В общем-то Не просят Да вот Еще один Вытекающий вопрос Вот еще Региональное управление Наркоконтроль Подписало С обществом Станицы Вятская Тоже соглашение О том что Казаки Будут еще Я вообще не понимаю Как То есть Как они это будут делать Во-первых У вот всех этих органов Есть Масса технологий И методик выявления И наркотиков И Если надо И пьяных за рулем Выявят Это Вообще-то такие Ну Секретные технологии То есть Они только для Ограниченного пользования То есть Это для служебного пользования Если они Привлекают Этих добровольцев Вот вы мне скажите Вы специалист Вот да Лежит у него там Вещество белого цвета Он тебя остановил Он говорит Ты наркоман Как они это будут делать Сорвать Ладно С пьяных за рулем Но С наркотиками Это такая тонкая вещь Лучше мы туда не лезем Вообще С наркотиками Мне кажется Это будет уже перебор Ну то есть Вы считаете Что это скорее всего Будет несколько Там Такая Какая-то Конкретная ситуация Может быть В обществе Она уже есть Они уже Конкретную ситуацию В обществе создали Я Насколько знаю В основном Общество Их деятельность Не поддерживают И не потому Что они Там Пьяниц за рулем делают Потому что Они вообще Это Вот В нашем обществе Стук качества Никогда не поддерживалось Не приветствовалось Поэтому Наверное Есть непонимание Это было Особое мнение Владимира Сизова Ректора Советского Социально-экономического Института Спасибо огромное Вам спасибо До свидания